Правовый понеделок на хвалях первого национального канала Белорусского радио. Каждый понеделок мы устуды и тут сустракаемся с нотаросами, выбираем тему и обмерковываем ее. Вас, сябры, так само закликаем до этой размовы. Сегодня так само будет тема для размовы, и сегодня так само вас мы закликаем долучаться. Тема нашей сегодняшней размовы – отчужение нерухомой моемости, незалежно от местознаходжения. На русской мове – отчуждение недвижимого имущества, вне зависимости от местонахождения. Гэтую тему разглядаем тут у студии и у нашей студии сегодня нотаросы, которые откажут на все пытания наши и ваши нотаросы Минской городской нотариальной округи, Минской областной нотариальной округи, Надея Шупенька и Вольга Зеленова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Начнем с самого начала – отчуждение недвижимого имущества, вне зависимости от местонахождения. От местонахождения чего? Имущества или человека? Ну вот мы сейчас и разберем. Будем разбираться, да? Да, конечно. Будем разбираться. Хорошо. С чего начнем? Если человек живет в Беларуси, имущество, которое подлежит отчуждению, находится в Беларуси или в одном городе, или в разных городах? Вы знаете, ранее наша инструкция предусматривала, что отчуждение осуществлялось по местонахождению имущества. То есть гражданин проживал в Минске, получил по наследству или по договору дарения в городе Бресте. Он, соответственно, для того, чтобы продать, подарить или иные действия совершить, должен был ехать в город Брест. Соответственно, придерживались территориальности местонахождения имущества жилые дома, земли, квартиры, садовые, дачные домики. На сегодняшний день данное, будем так говорить, неудобство, оно снято. И наша инструкция о порядке совершения нотариальных действий предусматривает норму о том, что любой нотариус в Республике Беларусь может осуществлять данное отчуждение. То есть, если человеку удобно в Бресте, он будет делать в Бресте, удобно в Каменце, в Каменце, в Витебске, в Витебске. Ранее, в 22-м году, были сняты ограничения в отношении жилых домов, квартир. Но было оставлено, и только 21-го, по-моему, марта были сняты ограничения, связанные с ипотекой земельных участков. Вот они были, они отчуждались только по месту нахождения недвижимого имущества. Все остальное, то есть, отчуждалось вне зависимости от местонахождения. Ну и на сегодняшний день данные ограничения все сняты. То есть, если я правильно понимаю, опять же, давайте мы вспомним, вы взяли Брест, Минск, хорошо. Если человек хочет продать свой участок жителю Бреста, то, в принципе, может ехать хозяин в Брест, либо будущий хозяин в Минск. И здесь заключать этот договор. Да, конечно. А раньше такое возможно было только по территориальности? Нет, когда речь шла об ипотеке, то есть, как правило, ипотека земельного участка, залог, вот, то тогда необходимо было по местонахождение. Отчуждение, что это такое вообще? Отчуждение? Отчуждение? Просто сказать, да. Отчуждение это заключение договора купли-продажи, договора дарения, рента, отчуждение. То есть, в этом вот... Все, что передается, было на мне это имущество, а теперь оно переходит по каким-либо основаниям другому человеку. Вот это и есть отчуждение. Мы сейчас смотрели то, что вот в Республике Беларусь. А если отчуждение происходит за пределами, давайте начнем, наверное, с России. Все то же самое или нет? Или согласно какого, чьего законодательства здесь? К сожалению, не все то же самое. Мы, если собственник, если гражданин Республики Беларусь имеет квартиру, например, в Москве, то договор дарения, либо договор купли-продажи необходимо заключать только в Российской Федерации. Только там? Только, да. У нас отчуждается имущество лишь то, которое находится на территории Республики Беларусь и зарегистрировано на территории Республики Беларусь. Все остальное имущество, которое наши граждане имеют за границей, отчуждается по правилам той страны, где находится непосредственно их имущество. То есть, если россиянину здесь в Беларуси получил наследство, то он уже по беларусским законам? Абсолютно верно. А вот если гражданин Российской Федерации либо по наследству, либо по какой-то гражданской правовой сделке, например, по купли-продаже приобрел квартиру, то отчуждать ее он будет у нас в Республике Беларусь и у любого нотариуса в любом городе, который ему ближе, приятен. Да, только в Беларуси. Граждане Российской Федерации, имея здесь имущество, отчуждают только в Беларуси. А если нет возможности приехать, если, например, это Дальний Восток, тот же не наездишься ведь? Или это уже мало интересует? Ну, значит, он немножечко отложит свое нотариальное действие и выберет тот нужный момент, то нужное время, когда он приедет в Республику Беларусь и непосредственно удостоверит сделку. То есть возможности, скажем так, онлайн нотариуса и будущего хозяина или хозяина в России на том же Дальнем Востоке и онлайн здесь нотариус в Минске, такой возможности нет? На сегодняшний день такой возможности нет. А это было бы лучше или нет? Вопросы интересные сделки пока еще не совершаются. Лучше? Вопросы интересные, да? Вопросы интересные, ведь в любом случае каждая правовая сделка – это воля изъявления гражданина. Это нужно понять, хочет ли он сделать договор дарения, да? Когда это все будет онлайн, вы же понимаете, что онлайн это все немножко как-то стирается и, может быть, не до конца мы будем понимать, что хотят они, может быть, до конца они не будут понимать, что они делают. Ну, на мой взгляд, конечно, 21 век, все шагает вперед. Может быть, какие-то такие онлайн-сделки нужны, но пока об этом не идет речь. В этой вот области именно отчуждения недвижимой имущества пока не идет об этом речь. Пока не идет речь. Хорошо, затронули Россию. Есть ли это дальние зарубежья? Например, те же родственники, ну, не знаю, в Штатах, в Америке, в Австралии, в Европе? То же самое. То же самое с чьей стороны? Граждане, иностранные граждане приезжают в Республику Беларусь, либо осуществляют действия лично, либо выдают на территории Республики Беларусь доверенность любому лицу, который будет совершать от их имени данную сделку. Если это за пределами Беларуси? Что за пределами Беларуси? Имущество. Ну, вот, например, грубо говоря, мне, у меня по наследству домик в Европе где-то перепадет. Все, вы... Мне надо ехать в Европу именно туда. Конечно, конечно. То есть только таким образом. Вы можете выдать доверенность. Выдать доверенность можно. Речь идет о том, что вы должны четко понимать, и наши слушатели, о том, что на сегодняшний день, ну и я думаю, что в будущем сделки с недвижимостью не будут проводиться онлайн. Конечно, может быть, это мое субъективное мнение. Но начнем с того, что это достаточно весомое действие не только для нотариуса при совершении нотариального действия, но и для граждан, которые обращаются. Покупатель преследует цель продать, получить деньги. Соответственно, продавец хочет продать за определенную цену. То есть и одна сторона хочет, чтобы все было законно, и вторая. Соответственно, нотариус, он проверяет волеизъявление, соответственно, он проверяет документы. Он исследует, как говорится, и документы должны соответствовать требованиям законодательства. Вот. Потому что если существуют какие-то запрещения, аресты, в этом случае речь не идет о заключении данного договора. Вот. Поэтому наши граждане достаточно трепетно относятся к договорам. К имуществу особенно трепетно. К имуществу, вот. Поэтому многие приходят и говорят, приходят сначала на консультацию, говорят, я хочу все узнать, расскажите механизм действия по договору купли-продажи или по договору дарения. Нам надо обдумать. То есть на сегодняшний день люди тоже хотят видеть вот эту прозрачность. Вот. Поэтому, конечно, если законодательство будет закреплено, нотариусы будут выполнять. Вот. Но пока на сегодняшний день, конечно, такой вопрос не стоит. Мы говорим сегодня о недвижимом имуществе. А что вообще относится к недвижимому имуществу? Квартира, дом, дачные... Абсолютно верно. Земельные участки, квартиры, дома, садовые домики. Незавершенное строительство. Какие-то нюансы или послабления, например, незавершенному строительству и готовому дому здесь существуют или нет? Или все на одном уровне? Все на одном уровне. Все на одном уровне. Тут послаблений нет пока никаких. Пакеты документов... Одинаковые, да? Пакеты документов для... А что за пакет документов? Какой? Давайте его чуть-чуть шире рассмотрим. Для заключения договоров отчуждения необходимо предоставить нотариусу выписку для нотариального удостоверения на недвижимое имущество. В частности, например, рассмотрим квартиру, которая берется в кадастровом агентстве. Данное срок действия выписки 30 дней. Также, помимо этого документ, если речь идет о, например, квартире, предоставляется лицевой счет, жилой дом точно так же. Если садовый домик, мы не предоставляем лицевой счет. То есть в данном случае нам необходимо выявить круг лиц, зарегистрированных в этой квартире, которые впоследствии будут давать свое согласие на отчуждение. Помимо этих двух документов, если речь идет о договоре дарения, мы устанавливаем родственные отношения, предоставляются документы, подтверждающие родство. Это свидетельство о рождении, о браке и так далее. Что еще мы предоставляем? Согласие супругам. Согласие супругам. Если приобреталось в браке имущество, да, нотариус проверяет. И если мы видим, что данная квартира была приобретена в период брака, нотариус всегда попросит согласие супруги. Ну и если есть прописанные члены семьи, то им тоже нужно будет прийти в нотариальную контору и дать свое письменное согласие на заключение, например, договора дарения. Если лицевой счет разделен? Если лицевой счет разделен, значит в лицевом счете мы действуем только согласно данного лицевого счета. Если он разделен, в квартире три собственника, значит будет три лицевых счета. Если он, естественно, пустой, то тогда вопросов никаких не возникает. Вопрос есть в виде смс. Я напомню вам, уважаемые друзья, 106-2 это короткий номер для ваших смс, для ваших вопросов. Отчуждение недвижимого имущества вне зависимости от местонахождения. Такую тему мы сегодня обсуждаем. И во время рекламной паузы, музыкальной паузы можно будет позвонить по телефону. 317-97-21. Я не знаю, по теме или не по теме, что значит титульный собственник? Вот такой вопрос от нашего слушателя. Титульный собственник это, скажем так, то лицо, на чье имя зарегистрировано, например, квартира. То есть то лицо, тот гражданин, который в органах по госрегистрации недвижимого имущества числится как собственник данного помещения. То есть формально это собственник? Формально это собственник. Это собственник, да. Просто вот в таком вот просто народе нашли такое красивое слово титульный собственник. То есть формально это собственник, и от его имени будут проводиться... Абсолютно верно, да. Либо от него лично самого, ну, либо если по каким-то физическим недостаткам не может явиться в нотариальную контору, понятно, что может выдать доверенность, и уже от его имени будет совершаться данная сделка. Но доверенность должна быть выдана в Республике Беларусь. Только таким вот образом? Таким образом, да. Были и телефонные звонки, есть и СМС. Вот я предлагаю СМС начать. Сын за границей. Как получить генеральную доверенность на продажу его дома? Детей нет, он в разводе. Я так понимаю, дом здесь, сын за границей. Для этого необходимо, чтобы сын приехал на территорию Республики Беларусь, продал либо лично, вот, совершил данную сделку, либо выдал доверенность. Вот ту самую генеральную доверенность. Он может дать либо генеральную, генеральную это на распоряжение всем имуществом. В простонародье так называется. Да, либо он может выдать доверенность целевую на продажу непосредственно дома по конкретному адресу любому лицу за цену на условиях по своему усмотрению. Либо указать определенную цену. Еще раз напомню, что только в Республике Беларусь. Да, только в Республике Беларусь. Доверенности, которые действуют на территории иного государства, выданы там, на территории Республики Беларусь, вот, в отношении этого дома не действительны? Нет, не действуют. Надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Еще Михаил позвонил к нам по телефону. Тоже вопрос такого плана, что у него, он живет в Минске, в Беларуси, сын в России. Стоит ли Михаилу писать завещание на имя сына, который живет в России? Я так понимаю, что сын один. Или вне зависимости от того, есть завещание или нет? Вы знаете, данный вопрос достаточно широкий. Если же он один сын, то в данном случае и папа или мама хочет завещать своему сыну, то речь идет о том, что он единственный наследник. Тогда речь идет о наследовании по закону. Единственный нюанс, есть ли супруга. Понимаете? Завещание, если один единственный наследник остался, можно и не писать. Но если есть такая потребность, если есть такое желание, то, конечно, нотариус не может отказать. Когда гражданин приходит, мы ему объясняем эти нюансы, и кто-то говорит, нет, я хочу завещание. Хочу быть уверенным. Да, я хочу завещание. Хотя в данной ситуации, если один наследник первой очереди нету, будем так говорить, умер папа и мама, нету больше детей, то супругов нету, то тогда речь идет о том, что можно не писать завещание. Давайте еще раз мы напомним, в очередной раз наследники первой очереди и так далее. Да, наследники первой очереди – это дети, родители и супруг. Поэтому в данном вопросе от слушателя сын является наследником первой очереди. Есть такое желание, да, пожалуйста, может прийти в нотариальную контору любую и удостоверить завещание. Если вдруг завещания не будет, сын – это наследник первой очереди, поэтому сыну все, что нужно будет сделать после смерти отца – это в течение шести месяцев явиться в Республику Беларусь и подать заявление о принятии наследства. А явиться в Республику Беларусь или написать письмо на имя нотариуса? Он может также написать письмо. То есть заявить свои права? Он может, конечно, он может в простой письменной форме отправить письмо по почте. Оно придет нотариусу. Нотариус известит о том, что наследственное дело открыто, но впоследствии для действия необходимо либо ему приехать, либо на основании доверенности оформить наследство по доверенности. Все. В любом случае ему нужно будет приехать и своими действиями получить наследство. Ну, я так понимаю, здесь для Михаила был важный вопрос, именно, что сын живет в России, а он здесь. Нет, завещание и закон нет, конечно, не связывает. Еще один вопрос от Владимира Михайловича. Ну, тут, наверное, совершенно, но тем не менее, сестра продала дом в деревне. Владимир Михайлович утверждает, что осталось его имущество в этом доме. Когда они пришли за своим имуществом, новый хозяин сказал, что нет, это уже мое имущество. Тут вообще куда обращаться, что делать в принципе надо. Ну, тут очень интересный вопрос. Сестра продала, а его там имущество. Ну, наверное, надо было раньше позаботиться, все-таки забрать свое имущество. Смотря какое имущество. Ну, вот он говорит, велосипед. Велосипед. Да, наверное, велосипед. Ну, начнем с того, что, если речь идет об имуществе, можно у нотариуса осуществить опись этого наследственного имущества. Данному гражданину, если так как описи не было, выдано свидетельство о праве на наследство, у него только есть один вариант. Он может обратиться в суд и доказывать, что это его имущество. И тогда суд, соответственно, на основании решения уже судебные исполнители будут решать этот вопрос. Да. Вот такие вопросы были от наших слушателей. 106.2, пожалуйста, есть еще у вас 5 минут на то, чтобы задать свой вопрос на сегодняшнюю тему отчуждения недвижимого имущества вне зависимости от местонахождения. Ну, я так понял, вот все, что касается имущества, мы сегодня, наверное, в течение этих 5 минут и рассмотрим. Уважаемые друзья, пожалуйста. Ну, и давайте, наверное, коли уж время к завершению программы, давайте еще раз напомним отчуждение недвижимого имущества вне зависимости от местонахождения. Какие сейчас основные нюансы, основные положения на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день отчуждение любого недвижимого имущества можно произвести абсолютно у любого нотариуса в любом городе нашей страны. независимо от того, где находится само имущество и независимо от того, где проживает сам человек, который будет продавать, дарить, либо что-то еще делать со своим имуществом. На сегодняшний день хочу сказать из практики, что это очень удобно и это востребовано. То есть, если я нахожусь в городе Минске, а моя квартира по наследству досталась мне в Солигорске, то на сегодняшний день мне не надо ехать в Солигорск и заключать договор купли-продажи. Если покупатель имеет желание, он приедет сюда. Нотариус, кстати, может по принципу «одного окна» собрать все необходимые документы для удостоверения договора дарения, либо продажи, которая находится в Солигорске. И уже две стороны придут непосредственно к нам в город Минск и заключен договор либо дарения, либо купли-продажи. Это востребовано, это удобно в первую очередь для граждан. И сегодня принцип без территориальности отчуждения сделок – это, на мой взгляд, хорошее решение для наших граждан. – Финансовая сторона вопроса, я имею в виду, сколько стоит эта услуга? – Договор купли-продажи? – Ну вот да, наверное так. То есть вне зависимости от того, где он будет заключен. В Минске опять же… – Нет, цена… – По территориально – одна и та же, да. – У нас тарифы утверждены, то есть они единые. – Они привязаны к базовой величине? – Конечно, они привязаны к базовой величине. – И не зависят от местоположения? – Нет, не зависят. – Неважно, какой нотариус отчуждает имущество, неважно. Нотариальный тариф, нотариальные услуги будут по всей стране одинаковы. – Еще вопрос. Так, и вновь не по теме, сразу предупреждают. Хочу составить завещание, но у меня нет свидетелей. Как можно поступить в таком случае? – В таком случае вы можете прийти к нотариусу и лично написать завещание. – Но если свидетель, то тут, наверное, я не знаю… – Свидетель – это когда нотариус пишет завещание в присутствии свидетеля и… – Я-то понимаю, что, может быть, человек недвижим или, ну, дай, не дай бог, конечно… – Нет, если человек недвижим, значит, нотариус приезжает на дом. – А в каких случаях вообще свидетель нужен? – Свидетель в данном случае нужен для того, чтобы, будем так говорить, было третье лицо, которое… – Исполнитель, может быть, воли нет? – Нет, нет, если речь идет о том, что впоследствии будет данное завещание оспоримо, вот, данного свидетеля будет приглашать в суд, вот, и он будет рассказывать всю, как говорится, историю, которая происходила при удостоверении и составлении данного завещания. – Свидетель нам необходим для того, чтобы он слышал… – Ведь здесь речь идет о том, что нотариус печатает завещание. – И, соответственно, возникает вопрос, что нотариус может напечатать любое завещание. – Да. – Может напечатать, например, своей тети, дяди, ну, понимаете, да? – Да, да, да. – Вот, поэтому нам необходим свидетель. – А вот. – Ну, для этого он и нужен. – Да, то есть это то лицо, в присутствии которого будут оговариваться все нюансы завещания и излагаться на бумаге. – И если нет свидетеля? – Если нет свидетеля, ничего страшного. Приходят в нотариальную контору с паспортом, с удостоверением пенсионера, если есть такие льготы, и нотариус, в присутствии нотариуса будет писаться завещание. Уже не нотариус пишет, а гражданин собственноручно пишет два экземпляра завещания. В таком случае свидетелей не надо, все ты сам лично изложил на бумаге, нотариус проверил правильность, законность и удостоверил завещание. – Еще вопрос от нашего слушателя. Есть ли срок давности после развода для подачи на раздел имущества? Спасибо. – Совершенно не по теме, наверное, но тем не менее. – Да, они уже все решили в один эфир. Нет, срока давности нет. Если есть такая потребность разделить имущество, вы можете обратиться в нотариальную контору, ну и, например, мы вам предложим сделать соглашение о разделе имущества, нажитого в браке. В таком случае здесь никакого срока давности нет. Главное, чтобы это имущество было приобретено вами в период брака. – Либо мы можем предложить выдачу свидетельства о праве собственности. – И вот вопрос, наверное, все-таки на сегодня будет последний. Гражданин Республики Беларусь, находящийся за пределами страны, может ли отчуждать имущество, не посещая Республику Беларусь? – Мы уже об этом говорили. Если гражданин Республики Беларусь на территории Республики Беларусь выдаст доверенность на отчуждение своего недвижимого имущества, без его присутствия это сделать можно. Если выдается доверенность гражданинам Республики Беларусь на территории другой страны, здесь у нас на сегодняшний день сделать договор купли-продажи либо дарения не представляется возможным. Поэтому либо гражданин является к нам в страну, выдает доверенность, либо в этот период времени, пока он находится здесь у нас, сам совершает все свои нотариальные действия. – Ну вот такие вот вопросы сегодня были от наших слушателей. Спасибо большое. – Спасибо. – Спасибо. – Я думаю, мы ответили на все вопросы и по теме, и мимо темы. – Да, но тем не менее ответили. Спасибо. Поваженные сябры, право понеделок завершается. И я хочу вам нагадать, что сегодня у нашей студии были нотариусы Минской городской и Минской областной нотариальных округ Надея Шупенька и Вольга Зеленова. Ранится с белорусским радио. С устракаем новый день разом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова